Короче, тут выяснилась у нас новая тема, но как бы по-любому то, что все хотят посмотреть про Одиссею, и тут у нас появился новая фишка, журнал Странника, но мы будем сейчас разбирать прям на ходу, так сказать, поэтому я думаю, всем будет интересно, тем, кто не зашел в этот день и не понял. Короче, я так понимаю, то, что журнал Странника, и не считая всякие статьи и все остальное, журнал Странника это халява, это халява, потому что играйте, чтобы открыть, то есть каждый день, каждый день будет доступна одна награда, сыграйте один матч, чтобы открыть сегодняшнюю награду, прошлые награды уже недоступны, то есть что нам говорят хорезы? Они нам говорят о том, что мы должны сыграть 15 раз, 2 недели, то есть 2 недели мы должны заходить в смайт, чтобы получить эти награды, интересно зачем, не знаю, возможно им важна какая-то статистика, да, непонятно, но, собственно, это халява, в первую очередь, это рулетка, это халявная рулетка, это забавно, это прикольно, я только единственное не понял, короче, ты когда играешь, ты жмякаешь, и он рандомно тебе что-то выдаст, да, по сути здесь, наверное, ничего нет стоящего. Экран загрузки, гемы, аватар, кстати, забавный, кстати, забавный аватар, такое уже было, да, но оно было немножко по-другому оформлено, отметка прыжка с пузырьками, наверное, нормально, чиби аватар ктулху, вообще офигенный, блин, вообще офигенный, очень выглядит круто, боевые очки, облики, чиби танатос, метка смерти, метка, очки, отметка, аватар, отметка, здесь нет ни одного скина, нет ни рандом по очереди, ну, тем более, значит, по очереди, значит, по-любому нас будут заставлять 14 дней, чтобы вот это все собрать, но здесь только аватарки, 10 ни одного скина, здесь только аватарки, прыжки и все остальное, это не рандом, ну, тем более, я думал, это крутить рулетку, мне сказали рулетка в чате, значит, не рулетка, вот, то есть мы по-любому просто щелкаем и просто подряд получаем, ну, 14 дней это изи, я думаю, для тех, кто постоянно в смайт играет, я вот не смогу, по-моему, Ну, в принципе, неплохо, почему нет, с новой обновой у нас появился бесплатный журнал и бесплатная халява, вот, так, дальше, в целом, попросили рассказать про Одиссею Многие, много новых людей и многие не знают, в принципе, что такое Одиссея, я вам сейчас покажу в игре, потому что не все, наверное, сегодня зайдут и все такое Это Одиссея проводится каждый год в сентябре всегда, это эдакий ивент, но стоит оговориться, что он не полностью донатный, как многие говорят, то есть здесь можно выполнять задания и получить скины, по-моему, ну, не скины, а награды Награды бесплатные не донача, насколько я знаю, здоров, здоров, ребят Вот, собственно, давайте посмотрим на наборы Собственно, ну, описание, тут все понятно, но мы все равно прочитаем, чтобы понимать, что вообще происходит Все эксклюзивные наборы событий Одиссея расплаты можно будет приобрести за самоцветы, то есть все, что здесь будет, можно будет купить за донат Награды из коллекции Одиссея открываются при достаточном количестве очков Одиссеи, их можно отстреживать по шкале прогресса Одиссеи Очки также можно получить за покупку наборов событий Одиссея расплата, за участие в боевом пропуске, приобретение цифрового комплекта трофеев и покупку избранных предметов в магазине Смайт Короче, по сути, по сути и в моменту, это просто донатная штука, да? Но, как раньше было, раньше были бесплатные награды в Одиссеях, я так подозреваю то, что вот эти все награды, они тоже бесплатные, да? То есть на 40 тысячах очков у нас будет мулан, она бесплатна, если вы каким-то образом добьете 40 очков с помощью батл пасса и всего остального У нас как, ну меня это удивляет, но Синтянь тоже, я так понимаю, за 80 тысяч очков, если что, можно будет нафармить Но вот на 80 тысяч очков я уже сильно сомневаюсь, что кто-то нафармит Пока другие не раскрыты, вот этот готовится к выпуску, это непонятно Рога, ну это, наверное, Кернон, да, будет, я так подозреваю Получается очки, как очки можно получить? Я же только что прочитал, смотри еще раз их Смотри, награды из коллекции открываются при достаточном количестве, это понятно, да? Очки также можно получить за покупку наборов событий Одиссея расплата Ты покупаешь скейн или набор, тебе дают эти очки помимо скинов За участие в боевом пропуске, мы для ютуба это будет, мы в прошлом видео разбирали батл пасс Его тоже можно будет посмотреть, вот здесь будет оповещение А мы с вами только что это смотрели на стриме То есть в шкале, вот в этой батл пассе есть очки Одиссеи То есть ты доходишь до определенного уровня, получаешь очки Одиссеи За эти очки Одиссеи открываешь скины Ну, в принципе, что-то еще приобретение цифрового комплекта трофеев и покупку избранных предметов Ну, то есть за какие-то определенные предметы, за покупку их, опять за донат Можно будет получать очки и открывать эти все предметы бесплатно Хель бесплатно получить не получится Я больше чем уверен На нее нужно 160 тысяч очков Я думаю, никакими ивентами, никакими другими штуками вы не добьете Хель бесплатно Вот, награда Одиссеи Так, что тут еще? Получайте награды, накапливая очки Одиссеи Каждые 40 тысяч очков Одиссеи принесут вам бонусные коллекционные облики Вплоть до последнего облика То есть, каждые 40 тысяч очков это скины Их 4 штуки, да? Их типа можно нафармить Вот Отправляйтесь в странстве по неведомым землям на карте Одиссеи Чтобы получить еще больше наград В том числе бонусные сундуки, самоцветы и очки благосклонности То здесь помимо этого всего Помимо этого всего Будут еще какие-то награды Но это логично, каждую Одиссею так За каждые 10 тысяч очков Одиссеи, собранных после первых 160 Вы получите дополнительный сундук Одиссеи Вам достанется до 360 То есть, смотрите Если вы купите фулл Одиссею Мы сейчас об этом тоже поговорим Фулл Одиссею То вы после каждых 10 тысяч очков Одиссеи будете получать еще и сундуки Но я думаю, когда вы купите фулл, вам все сразу сундуки насыпят Здорово, ребят Здорово, здорово, кто подтянулся В Одиссеи вас ждет карта из 9 областей А в каждой из них особые условия Уникальные квесты с необычными наградами То есть, квесты с наградами опять-таки будут Как и в прошлых Одиссеях В некоторых областях есть даже пораженные порчи регионы С еще более трудными квестами Неплохо Первая область Нефельхейм Не люблю их название читать Будет для вас бесплатной Чтобы вы могли освоить эту новую систему Каждый новый фрагмент карты будет открываться за 20 тысяч очков Одиссеи При нажатии на любую область вы увидите награды, доступные за выполнение ее квестов Также будет показано, сколько квестов вы уже завершили Сейчас мы посмотрим Открыв область, вы сможете рассмотреть ее поближе И увидеть сеть троп, называющих странствиями Это как мы будем передвигаться Итак, идем смотрим Карта квестов Вот этот регион первый Он бесплатный для всех Я так понимаю, да? Так, мы на него нажимаем Видим карту Видим карту Одиссей Можно отправиться в странствии только к одному ориентиру Ага, то есть мы можем пойти к аватару Командного усилителя Вот они квесты Сыграть одну игру Совершить 15 убийств ассистов Сыграть две игры за убийцу Совершить 80 убийств ассистов То есть Ну, все просто так не дастся Как вы понимаете А тут что? Доступные награды А, ну это в целом, да Доступные награды И очки Одиссеи Ага Только мне знаете, что интересно? То есть вы Можно отправиться в странствии только по одному ориентиру Поняли, да? То есть все награды Все не получат Вы должны выбрать что-то одно Куда вы будете стремиться То есть если вам нужен аватар Если вам нужен аватар Вы жмякаете сюда Выбираете эту дорогу Да, допустим Я сейчас выберу как Начать странствия, да? Нам нужно будет сыграть две игры за убийцу Это изи И 80 убийств ассистов Это со временем наберется само Но остальное просто не имеет смысла Боевые очки Нам и так дают постоянно Там за всякие сундуки И все Очки Одиссеи Но если фул не покупаешь То, наверное, можно и сюда перейти То есть Если вы захотите бесплатно Нафармить на какой-то скин в Одиссеи Скорее всего Все квесты доступны Вам нужно будет выбирать Именно за очки Одиссеи Тогда это изи будет сделано Ну и собственно Со временем будут открываться Другие регионы И в них будет то же самое В них будет то же самое То есть ты выбираешь регион Посещаешь область Сможешь награды Бесплатно идет Забавный Забавный По моему мнению Аватар Сктулху Прикольно В остальных тоже что-то будет Избушка Избушка ведьмы Вон, видишь Странствия лес Там даже можно будет гемы получить Я смотрю Пирамида А, ну они уже открыты Пока стран музыка Музыкальная тема Здесь шеддаун Не знаю, что это Доступные награды Интересно Левелап новый Наконец-то Я только поговорил О левелапах Про батл пасс видео И тут нам дают Левелапы Ну в принципе прикольно Ну сундуки Что в сундуках Я не знаю Пока непонятно Странствия вулкан Тут интересно Интересно И посмотреть нельзя Если купил Одиссею Можешь Идти куда хочешь Выполнять что-то А открывается С покупком Одиссея Все вот эти зоны Или нет А, ну они открываются Каждые 10 тысяч очков Да, вроде как Правильно же Каждый Новый фрагмент Да, за 20 тысяч очков Если вы покупаете Фул Одиссею Если вы покупаете Фул Одиссею У вас открывается здесь Все И там уже можно выбирать Куда идти Че выполнять Ну в принципе забавно В принципе забавно То есть Че мы имеем в сухом остатке Нам добавили Журнал странника Прикольно Халявно Прикольно Нам дают В Одиссеи Карту квестов Бесплатно Халявно Да, это аватарки Да, но здесь есть усилители Да, еще что-то Но это все бесплатно Блин, щедрость Хайрезов не имеет границ Я уже много раз это говорил То есть Здесь у нас открываются Аватарки Усилители Гемы Все это открывается Плюс сундуки какие-то В Одиссеи Бесплатно можно получить Еще эти скины Если вы в итоге нафармите То есть вам придется ходить По квестам По картам квестов И выполнять Чтобы открыть вот эти скины Это круто Это здорово Здесь даже есть мифология Для Одиссеи Мулан тайно встречается С Персифоном На единенном кладбище В Китае Мулан пытается уговорить Персифона Я даже могу этот Знаете что сделать Не камеру не буду выключать Ладно Так Мулан пытается уговорить Персифону Чтобы та исцелила Мировое дерево И может быть виновь Пленена Ктулху Но Персифон утверждает Что исцелить Игдрасиль уже невозможно Прежде чем уйти Персифона предлагает Мулан укрыться В загробном мире Но Мулан отказывается Она остается Своим народом Как интересно На Олимпе Зевс наблюдает за тем Как Аларун и другие Боги обсуждают Учиненную Ктулху Разрушение в мире И потери Че В мире И потери в понтонах Богов Зевс считает Что победить Ктулху Можно только в битве На которой выйдут Сильнейших из богов Аларун не согласен И Зевсу это не нравится В результате чего Боги вступают в схватку Но Игера быстро Заставляет их примириться Зевс уходит И кланяется Победителю Ктулху И Зевс уходит И клянется Победить Ктулху И вернуть себе Другой Я уже не могу Луже зачитываюсь Аларун и Гера Смотрят ему вслед Аларун приходит К заключению Чтобы победить Ктулху Боги должны сравняться с ним Нужно разрушать Все его храмы И искоренять его последователей Все это ослабит Ктулху Перед решающей битвой В Японии Цукиоми защищает Храм Хатимана От последователей Ктулху А затем объявляет Своим И храм Хатимана Короче какая-то дичь Если честно Я вот прочитал Сейчас мифологию Но это вообще Очень странно Одни боги Хотят победить Ктулху Разрушая его Храмы и последователей Спасибо за подписку Другие говорят Что это не нужно делать Цукиоми Вообще вроде как Защищает от Ктулху Храм Хатимана Но при этом Себе присваивает Зачем-то храм У них какие-то терки Странно В мифологии Вообще На самом деле Это очень странно Самое главное Что мы имеем Мы имеем Одиссею Мы имеем первые наборы Вот такого вот Тонатуса Кстати забавный Тонатус неплохой Очень качественный Блин Выглядит очень круто И Зевс Зевс мне сразу понравился Еще по картинке Которую показывали Это вообще просто Пушка Посмотри как он выглядит Круто Это просто офигенный Зевс Зевс очень просто офигенный Вот Ну и собственно Я думаю Заключение какое Спасибо за подписку Ребята Заключение какое Одиссея Классная штука На самом деле Она каждый год происходит Мне это нравится Мне это нравится Я участвовал почти во всех И в принципе Это забавно Покупаешь все Одиссею Делаешь квестики Получаешь кучу всего Я считаю Это прикольно И для игры В целом Это забавно Покупать или нет Решать вам Конечно Но Как бы к первому Самому вопросу Возвращаясь Стоит она сейчас Фул Восемь тысяч гемов Что мы получаем Мы получаем Кучу всего На самом деле Очень много всего И плюс сундуки Не забывайте то Что мы еще получим За все это Сундуки Это забавно Это очень много Контента Тем более Сейчас Идет До 15 числа Если не ошибаюсь По моему Идет скидка На гемы Не забывайте Кстати гемы Покупать по моему По моей реферальной ссылке Чтобы мне помочь Как бы если вам нравится Что я делаю Да и в целом Сами не забудьте Купить как бы гемов Я считаю Восемь тысяч гемов За тысячу рублей Купить Получить миллион Просто контента Купить Батл пасс Там за 200 рублей Блин И ты будешь Наслаждаться Всем контентом Который выходит Вот за последний Не знаю сколько Обнов Поэтому Да что Ты можешь до 14 Я честно Не знаю Обманывать не буду Поэтому Лучше бы Лучше бы Вкинуться Да Так что Как-то так Ребята Субтитры сделал DimaTorzok